Доброе утро. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике Саха-Якутия остается напряженной. За сутки в Якутии зарегистрирован 41 новый случай коронавирусной инфекции. 34 из них фиксируются в городе Якутске, 3 в Мегино-Кангаласском районе по одному, в Нерингринском, Намском, Аймеконском и Хангаласских районах. Обращая внимание, характеризуя санитарно-эпидемиологическую ситуацию в районах республики, необходимо обратить внимание на то, что сегодня в таких районах, как Нерингринский и Мегино-Кангаласский, поставлена задача еще усиления соблюдения норм, которые определены стандартами санитарно-эпидемиологического благополучия. В связи с этим, соответственно, оперативные штабы разрабатывают соответствующие меры для создания условий, для того, чтобы жители могли жить в наших новых условиях, которые отвечают этим стандартам. Всего на территории республики с начала коронавирусной инфекции зарегистрировано 5 324 случая, и из них 4 157 случаев приходится на город Якутск. Колоссальная нагрузка как на медицинские организации, так и на организации непосредственно, в целом, которые работают по обеспечению новых стандартов как таковых. По сути дела, у нас сегодня практически полностью сформирована вся система оказания помощи по ковиду, и мы уже можем говорить, что начиная от профилактических мер, которых мы с вами проводим все вместе, заканчивая реабилитацией, система выстроена, и, соответственно, сегодня отлаживается уже ее более бесперебойная работа, в том числе с учетом тех обращений граждан, которые поступают как в социальные сети, так и в целом мы слышим от наших больных и также непосредственно их родственников. На что я бы хотела сегодня обратить внимание, это прежде всего на то, что жизнь начинает существовать в новых стандартах. Стандартах, как оказание, например, услуг межулусной перевозки граждан и пассажиров между лусами. Дальше отмечаются случаи того, когда продолжают наши перевозчики оказывать услуги с полной загрузкой как автобусов, так и непосредственно автомобилей передвижения между населенными пунктами. Обращаю еще раз ваше внимание на те стандарты, которые сегодня существуют. Они, к сожалению, изменились. Исходя из этого, необходимо поменять и, соответственно, свой ритм работы. Это касается также и наших непосредственно управляющих компаний. Мы очень много сегодня разрешили, очень много допустили в своей жизни. Людей появилось на улицах непосредственно больше. Однако цифры говорят сами за себя. И, кроме того, сама ситуация, когда практически в каждой семье есть кто-то рядом, кто либо заболел, либо заболели соседи. А это означает, что все наши службы должны работать еще более усиленно. Это касается и дезинфекции наших подъездов, дезинфекции транспорта. Но это, конечно, касается нас всех, для того, чтобы мы дальше продолжали беречь о здоровье друг друга и соблюдали социальную дистанцию.